Самый центр Одинцова. Время прогулок с детьми. Возле аттракциона очередь. Анна Азимова приводит покатать на аттракционе внучку. Девочке всего 6 лет. Ее любовь к каруселям бабушка поддерживает, но к выбору подходит всегда с осторожностью. Естественно, доверяю каруселям, которые прошли полную проверку и спокойно за свою внучку. Настороженность Анны в вопросах безопасности инспекторы гостехнадзора поддерживают. Знак – это признак того, что аттракцион зарегистрирован, находится под надзором государственным. И после регистрации аттракциона он проходит техническое освидетельствование, проверку технического состояния, технический осмотр. На месте сотрудники проверяют не только техническое состояние аттракционов, но и работу оператора. Удостоверение, опознавательные знаки и правила допуска детей на карусель. Оператор всегда должен быть на чеку. Нарушений мы здесь не выявили. Все вроде бы нормально. Поэтому детям счастливо кататься. Вторая точка проверки – бульвар Любы Новоселовой. Надувной батут-аэропорт. Тихое место в спальном районе. Здесь ажиотажа нет. Аттракцион работает в штатном режиме. Кто-то ответственный есть здесь? Вы, да? Отсутствие удостоверения, плохие крепления, несоответствие нормам безопасности. Инспекторы гостехнадзора составили протокол об административном правонарушении и батут посоветовали сдуть. В таком виде эксплуатация этого аттракциона пока невозможна. Участившиеся случаи несчастные в этом году, которые прошли в нашем государстве, в других государствах, особенно с батутами, показывают, что требования к правильной эксплуатации аттракционов надо соблюдать. При несоблюдении чревато несчастными случаями. Соответственно, если мы осуществляем надзор, то повышается гарантия того, что дети будут радоваться. Всего за время проверки второй волны профилактической операции «Безопасная карусель-2019» сотрудники гостехнадзора проверили 26 зарегистрированных аттракционов в Одинцовском городском округе. Практически все соответствуют нормам. Но расслабляться предпринимателям не стоит. Третий этап пройдет уже в августе. Василиса Ивашкина, Роман Ивановский, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...